У нас 11 августа, вот, посмотрим, кто сейчас занимается в моем доме. Вот, моя комната, вот, братья у меня в гостях, интернет меня настраивает. Сегодня дождливая погода, кажется, на улице сильно не разбежишься работать. Вот, брат Никита собрал с Колей яблочки и начинаешь вырезать их к нилету. А у нас Коля-то где? Рисует. А, рисует. Сейчас я посмотрю, схожу. Так, где у нас тут Коля? Чем он тут занимается? Рисую. А что рисуешь? Ну-ка, показывай. Ничего. А чё ты, чё, ничего? Чё ты там рисуешь? Показывай, показывай. Чё стесняешься? Нет. Ну чё нет? Показывай, говорю. Ну чё это такое? Показывай. Ладно. Чё тебе? Жалко что-то? Чё нарисовала-то? Показывай. Чё пряточишь? Поверни рисунок, чтобы видно было. Ну и чё это у тебя такое? Непонятно, чё у тебя тут. Ты рисуй что-нибудь божественно. Зачем? Непонятно, что рисуешь. Вот. Малина здесь хлеб стряпает. Сколько мы дней-то были на сухарях-то? Неделю. Неделю, да? Больше, наверное. Вот, иначе наш мешок был полный. Он решил на сухарях, чтобы ели их. Что-то стали быстро убывать, говорит, стряпать и хлеб. Решили постряпать. Сейчас я покажу там, как жар в печи. Тут у нас. Вон он. Такая красивая картина. Жар. Ну и чё, Игнатьич, получается у вас? Ну, чё получается-то? И, главное, почти все до одного. Ну, мало яблок хороших-то. Видишь, вот как? И червячок. Не гнильё. Червяк. Если бы он ел, как мышь, а то он грызёт её всю. В дребезги. Да. Точно. Вот оно всё. Вот я разрезал. Снаружи как будто бы нормально. А там вот это. Притом не на выбор, а подряд. Вот оно. И вот из этого я пытаюсь что-то выбрать. Вот этот вот и то повреждённый. Видишь, как вот три яблока и сто процентов. И вот он грызёт её сидит там. Один в тишине, никто не мешает. И благодарит Бога, что Бог дал ему яблоки вырастить. Благодарит. А как вы знаете, всё дышащие, да хвалят Господа. Может быть его молитва? Да. Даже боли и наши слышно. Бог говорит, нашлю жуков, червей, сажают щу. Вот они выполняют волю Божьей. Разрезают, пытаются. Что делать? Люди, которые на Юте живут, посмотрят, скажут, ой, как бедно живут. Ну, как есть. Яблоки это не первое, не обходилось, не хлеб. Яблок мы не просим у Бога, а мы просим хлеба. А хлеб у нас в достатке. Батюшка сегодня говорит, а вы, говорит, хлеба нам не продадите, говорит. Какого хлеба? Ну, вот этого, который мы стряпать будем. Ага. Батюшке мы обязаны дать десятину. Я говорю, мы так дадим, да зачем, говорит, давать. Я куплю у вас. Если муки дать, муки можем дать, масло дать. У меня всё есть. У меня очень богатые спонсоры, каждый год помогают. Коммунисты сильно были недовольны. Бавров. Первый секретарь ТПРФ Железнодорожного района города Барнаула. Когда узнал, что мне на детский лагерь пришла машина, ну по накладной, всё. 5 тонн. Тон. Там и овсяные хлопья, мука, разные макароны. Ну а остаётся всё, я тут раздавал деревенским. Ничего не продавалось. Вот оно, видишь. Вот. Так что, вот эта половинка. Сильгу режу, а что из неё? Вот разрезала она, такая же вся. к свиньям. У нас всё есть. У нас была, в общем, женщина одна, Лидия. Павловна. И она познакомила меня с мужем своим. А он работал в какой-то организации, какой я не знаю. И должность такая, совсем маленькая. Но имел доступ к мешкам. И вот выпрашивал каждый год для меня мешки, пачки. А в пачке, я не знаю, там не пятьдесят больше. И поэтому я им, всем деревенским дарил. Полиэтиленовые мешки, они так приготовлены специально, чтобы не фунцы пропадали. Режу всё. Иначе весь мир будет открытым слоем. Ещё нету. Вот он. А где червяки-то? А? Червяков-то нету уже, или здесь они? Ну, что я узнаю. Ну, ещё нету. Всё съедено. Вот оно. Вот так. Ну, чё я начну? Давай. Сейчас, наверное, тебе молоток. Молоток ты принёс? Да, принёс. Ну и давай колоти. Орехи. Вот мы жили, когда миссионерская поездка была, в город Шахпи у Суворовора Павла Николаевича. У них там орехи под ногами валяются. И они, главное, собрались, и старик, Зина у них там, ангел, говорит, а не человек. Она всё постирает, мы стараемся не брать ничего, а всё равно она посудится. О! Ядрёный попался. И они вот так вот сидели, колотили его, выковыривали, и нам в дорогу. Ну, у нас и орех лущёный уже был, кедровый. Разные-разные ягоды. А они как выкалачили, так же? Я сейчас не знаю, что-то давили они ещё, точно так же выковыривали, и всё. Это нас матушка угостила. Грецкие орехи. Грецкие орехи. Ну всё, ладно, благодарю. Отошёл. Марина хозяйничий, пешки, щебарничий. По всей площади. Я вот до того спать хочу, кажется, сейчас упаду и не встану. Уf,